Ом Ти Ви Юэй. Мы сильнее, коли объединяем. Война как формула существования. Мальчик Алёша стал символом спецоперации «Зет». Ты знаешь, что ты наш герой? В Буче девочка изнасилована пятью оккупантами, теперь беременна. В промежутке между этими событиями умещается весь путинский шизофашизм. Первоклассник Алёша Павличенко даёт интервью российскому телеканалу. На вопрос, что он хочет пожелать российским военным, отвечает. Работайте, ребята, победа будет за нами. Чтобы они были всегда здоровы, чтобы они всегда выиграли победу. Не знаю, какая мразь вложила эти слова, почти дословно повторяющие формулировку «Упырихи Маргарита Симоньян» в уста ребёнка. Войны, вы российская армия. Работайте, братья. Не может восьмилетний мальчик обращаться к взрослым людям словом «ребята». Почему нет? Возможно, репетицию перед интервью с ним провёл кто-то из легендарных военкоров. Любишь свою работу? Лучшая работа в мире. А может и родители подсказали. Он бежит и приветствует. Путинскому мифу о спецоперации по освобождению Украины необходима инфраструктура. Нужны символы и герои. Была бабушка с флагом, но с ней случился конфуз. Она при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не сторонницей российской оккупации и возрождения СССР. А с красным флагом вышла приветствовать тех, кого она ошибочно приняла за оккупантов с целью их задобрить, чтобы они не особо зверствовали. И вот найден новый символ. Теперь уже беспроигрышный. После Дня Победы в соцсетях появилось видео, на котором восьмилетний мальчик Алёша под Белгородом встречает и провожает проезжающих мимо военнослужащих. Ролик сделал ребенка звездой федерального уровня. Да, ну это серьезно. У него наперебой берут интервью российские каналы ненависти. Я сам захотел. Делаю это, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома. Им грустно. Я их поддерживаю. Я их делаю счастливыми. Чужими, взрослыми словами отвечает первоклассник. Вы понимаете? И продолжает. Мы с ними немного разговариваем. Как у них жизнь, как у меня. Мама ребенка Юлия рассказала, что Алёша сам пришел к выводу, что солдаты это чьи-то дети, которые сейчас находятся далеко от дома и поэтому нуждаются в его поддержке. У нас даже был такой случай. Были слышны хлопки и мы подумывали на время переехать. На что Алёша сказал. Но это же мои военные. Как я их оставлю? Никуда я не поеду. Делится с пропагандистами мама Алёши. Он начал, ну скажем, переживать, наверное, вот за ребят. А еще она рассказывала, что ее отчим был военным. А папа мальчика Никита рассказал, что также свою роль сыграли гены. Мой дед был артиллеристом. У жены тоже все деды прошли войну. Ну, я считаю, что воспитание, конечно, свое дало. 15 мая Министерство нападения России опубликовало пост, посвященный Лёше. Ведомство Шойгу выложило в своих группах в соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша!» и изображением танка, рядом с которым стоит мальчик. Ребенок стал настоящим символом спецоперации. Когда вырастет, мальчик мечтает стать военным, генералом. Ну-ка, тут тоже неплохо. Телеканал «Звезда» с восторгом повествует, что мальчик Алёша увлеченно смотрит выступление президента России и хочет когда-нибудь с ним увидеться. Никита! Миф Алёша стал коммерциализироваться. Губернатор Белгородской области уже объявил, что местные кондитеры начали выпускать шоколад Алёша. Надо отдать должное сообразительности родителей Алёши. Они стремятся выжать всё из превращения сына в символ спецоперации. Правильно делают. В конце XVIII века Эммануил Кант опубликовал трактат «К вечному миру», в котором изложил 9 пунктов, необходимых для того, чтобы на Земле не было войн. Нельзя сказать, что человечество не услышало великого немца. Когда после Первой мировой создавалась Лига наций, идеи Канта были использованы в её основополагающих документах. Но войны продолжаются, поскольку в различных странах к власти приходят люди, для которых война – это форма существования. Один из таких людей – Путин. Его формула жизни менялась. До прихода к власти он жил по формуле «Жизнь – это деньги. Я ворую, значит, я существую». После прихода к власти к этой формуле добавилось «Я диктатор, значит, я жив». И вот теперь заключительная формула «Война – это жизнь» или «Я жив, пока за меня умирают другие». Для того, чтобы война не заканчивалась никогда, Путину жизненно необходимо готовить новых солдат. Для этого в школах и детских садах проводятся военно-патриотические мероприятия. Для этого создаётся аналог пионерской организации. Для этого меняется баллонская система. Стране не нужны умные и образованные. Да ещё и с дипломами международного образца. Для этого отменяют изучение английского в школах, для начала в Крыму, а там как пойдёт. Зачем нам учить наречие врагов англосаксов и той самой англичанки, которая, как известно, постоянно гадит? Ну зачем? За три месяца российского вторжения от рук оккупантов пострадали тысячи людей. Много убитых. Омбудсмен Украины Людмила Денисова в своих докладах приводит многочисленные документально подтверждённые факты изнасилований детей российскими военными. Например, в Буча пять оккупантов всю ночь насиловали девочку. Теперь она беременна. Весь русский мир Путина с его историческими статьями, с его приблотнённой лексикой, с его дебильными сальными шуточками умещается в пространстве между мальчиком Алёшей, который провожает оккупантов словами «ребята, работайте» и девочкой, которую эти ребята изнасиловали впятером в процессе той работы, на которую их благословил мальчик Алёша из Белгорода. Вот и всё. Не думаю, что Алёша станет генералом. Скорее всего, военная династия семьи Павлюченко на нём прервётся. Просто потому, что после окончания Вечной войны Путина у России вообще не будет армии. И неизвестно, будет ли Россия. А если будет, то в каких границах? А самому Алёше придётся вместе со всеми россиянами проходить тяжелейший процесс выздоровления от путинизма. Одной из самых тяжёлых версий фашизма. Путин! Путин! Это серьёзная вещь. Процесс лечения займёт, скорее всего, несколько десятилетий, но закончится успехом. И это существенно приблизит человечество к кантовской мечте о вечном мире. Именно этим сейчас занимается армия Украины. Слава Украине! Арматы! Пошёл! Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.